Всем привет! Доброе утро! Это ESM One. Это официальный, не побоюсь этого слова, русский стрим Хон Тура с 17-го года. И мы дождались. Наконец-то у нас Гранд Финал. Best of 5. Противостояние команд Fnatic и Mix. И я рад поприветствовать в студии аналитики Казатёму. И, конечно же, Акомае, он же Иван Данишевский, он же человек-говорящая голова, который вам будет рассказывать все, что будет происходить в играх Best of 5. Безусловно, интересно. И, конечно же, давайте начнем с того, ради чего мы сегодня собрались. Расскажем немножечко тем, кто к нам подключился, что такое турнир по Хону 17-го года, почему он крут, почему мы его стримим, и чего ожидать сегодня в финале. В общем-то, каждый год мы проводим GSL. Каждый год это чемпионат мира по Хону и крупнейшее событие для этой игры. Все про-геймеры ждут именно его такого же масштаба, как примерно Олимпийские игры для нашей дисциплины. Круглый год идут на него квалификации, отборы, все региональные и так далее. И в прошлые несколько лет он был прям на очень много команд. Этот раз такой более нишевый, при этом более денежный для финалистов. Потому что всегда было 16 команд, это было, ну, по-честному, 10-12 команд, явно не дотягивающие до каких-то регионов, ну, как бы, мировых таких вот квалификаций. И 4-5-6 команд, которые действительно очень сильные. Несколько тайских, несколько европейских. Сейчас у нас очень сосредоточенный турнир. У нас реально три действительно крутейшие команды всей планеты. Из них две тайские и одна, три дню было четыре, да, малазийская. Мне кажется, что по каким-то купонам она приехала. Три крупнейших команды и одна малазийская. Да, три реально крутых и одна малазийская. Я же говорю, она по купонам, кто-то вдонил, я не знаю, по купонам приехала. Но ребята тоже стараются, им за это большое тоже уважение. И я думаю, что для них это приключение космического совершенно, конечно, масштаба. Выехать на такое большое событие. Тем более, что хоновские события из GSL, они действительно крупные. Они действительно большие. Это огромные выставочные центры, супер большие сцены, огромное количество людей. Очереди и все такое. И ты чувствуешь себя звездой, даже если ты там хотел выбрать... В общем, прилично проиграл. Так вот, в общем-то такое, да. Поэтому малазийцы тоже молодцы. Они уже вылетели. К сожалению, вылетела уже и команда тайская со Злабином. И сейчас в грунт-финале ребята за серьезную часть призового фонда в 4 миллиона тайских бат. Это 115-12 тысяч долларов сразятся в грунт-финале. И что прикольно, впервые учтены пожелания супер-про в том, чтобы не был bottom-heavy призовый фонда. Bottom-heavy в смысле тяжелый книзу. То есть, где распределение, знаешь, на 10 мест по 10 процентов. Что немного неинтересно и под фаворитом. Это странно. Всем, кто проигрывает, прикольно, потому что все равно деньги большие. Я ехал по участку. А фавориты сюда обижались, потому что, типа, почему мы заработали 30, а последнее место 10? Ну как, зачем мы 3 дня играли, год тренировались, да? Сейчас формат такой, что winners take it all. Получается, 72 тысячи долларов заберет команда, которая победит. И это на существенный кусок. Как бы сказал Тёма, 6-12-ых или около, или примерно... 8-13-ых. 75-112-ых. Тоже вариант. Вот примерно 75-112-ых заберет команда победитель, а второму месту станет значительно меньше. В 3 раза меньше денег. И чемпионат интересный. Действительно событие, которое стоит ожидать. Игры, которые стоит смотреть. И это то самое событие, которое задаст тренды на следующий год. Вот так будут играть в связи следующих ванглубках. Прямо сейчас в прямом эфире мы задаем тренды на следующий год. По кону и не только. Что касается финала, то стоит отметить, что уже одна команда попала туда заранее, со вчера. Она уже имеет плюс 1 балл, выигранную карту, считается, против своих соперников. И поэтому B105 для них в лучшем случае это будут 2 игры. Но тем не менее, учитывая призовой фон, наверное, не стоит ждать, что это будут легкие игры в любом случае. Тем более, эта парочка уже встречалась. Это был первый раунд вчерашний. Да, это та вот затравочка, которую я хотел бы сказать, что начинался турнир и заканчивается одной и той же парой. И, по сути, первый матч, который был в этом турнире, он стал самым интересным. Потому что там была борьба, там было неожиданное начало. И фнатики больше игр не проигрывали, кроме как раз миксам. Именно миксам они проиграли первую карту, что дает нам понять, что будет действительно борьба. Будет действительно борьба. И если фнатики всех остальных обыграли, как говорят, и обыграли играючи, играючи обыграли, да? То с этими ребятами придется побороться. Тем более, что они друг друга удивляют. Именно здесь, именно в встрече этой пары, был клан с 800 гпм, который за 15 минут фулл пак собрал себе, да? И, конечно, фнатик не ожидали от миксов такой. Только что миксы против Неолюшин показали тоже очень крутую игру, которая у тех же Неолюшинов на Вейл Сауле против фнатиков не удалась. Они пытались то же самое показать фнатикам, но нет, не получилось. А сейчас миксы так хорошо это сыграли, что даже против фнатиков, возможно, сработало бы. И мне интересно, обычно на гранд-финале часто раскрываются какие-то секретики. Люди не хотят, да, выложить Джокера... Домашняя заготовочка, да? На бузер-бразднике или бузер-бразднике. Они хотят действительно какого-нибудь удивительного персонажа. Если бы это был тот же Злапи, да, он, может, второй же Салфорис, окопил долго, да, сейчас показал, но не получилось. Но я думаю, что и у миксов есть что показать европейцам, потому что сцены разных континентов, да, и играют сильно по-разному, шведы и тайцы, и одни играют в пределах своего шарда европейского и вообще не имеют возможности поиграть с тайцами вообще никак. Кроме как на лане. Потому что иначе у них будет пинг там под 400 друг у друга, знаешь, и это невозможно играть. Либо одни у других проигрывают, либо те у других проигрывают, и никто ничего не показывает. Да сейчас есть возможность встретиться как раз культуры различных стран, и это, конечно же, влияет на мету игры, на то, как они планируют и все такое. Конечно, они смотрят примерно все одни и те же стримы, и понятно, что начальные действия, вот там мы отмечали инставардинг, да, с тпшка на тауэр на минус второй минуте, бежать, как можно быстрее, что забронить, чтобы я ранее не видел, это они делают все, но во всем остальном тимплей, геймплей отличается хорошо, и они даже часто не претендуют на героев друг друга, это очень прикольно. То, что они там банят то, что те как бы и не собирались, конечно, условно говоря, это интересно. И такая встреча прикольнее, чем европейцы против европейцев, знаешь, чтобы было не только скилл противостояния, а еще и вот мета противостояния, что именно с кем, кто готовил. Мне, конечно, интересно увидеть неожиданный герой, как когда-то для нас был открытим трэмбул какой-то, да, и против него никто не мог играть, его все время манили, потому что он был вот инновацией, да, ты же из пула в 100 плюс героев не можешь 5-ю забанить всех основных, да, поэтому кто-то придумает сейчас что-то супер необычное, каких-нибудь, я не знаю, ту же арахну возьмут, вернут в какой-то плей, потому что ее никогда не было компенсив, да, а возьмут и придумают что-нибудь, как вот сейчас на Wild Soul и придумали Battle Fury, придумали такую мету, которую как бы не часто встретишь, и она себя показывает, она интересная, поэтому это будет хорошо. Я знаю, что многие из вас с 5 утра ждут сегодняшнего дня, некоторые подключились уже непосредственно к первым матчам, которые мы сегодня транслировали, и Тёма был одним из тех ранних, кто приехал и смотрел все, и знает, как сегодня играли миксы. Скажи, пожалуйста, чего ты ожидаешь вот этой командой в финале, и было ли что-то сегодня, чем они тебя удивили по-своему с первым днем? Ну, у них были очень легкие игры в начале, особенно первая игра против Малайдзов, так это вообще... То есть это была разминочка перед финалом? Это была, да, это разминочка. Это как в Мидвардсе покатали ребята 15-минутные, мы ожидали игру где-то полтора-два часа, пока она начнется, ну, как обычно, как и вчера, и, ну, я ожидаю, что с Фнатиками у них будет конкуренция, в плане того, что, как и вчера они играли, они понимают, как будут играть в Фнатики, Фнатики себя показали во второй-третьей игре, и они постараются как-то вытянуть счет хотя бы на равный, и потом уже двигаться дальше. Я думаю, что из пяти игр счет будет либо 3-2 в пользу Фнатиков, ну, скорее всего, в пользу Фнатиков, либо все-таки 3-2. Такой интересный момент в данном формате противостояния, когда уже есть 1-0 в пользу Фнатиков, насколько важна вот эта первая победа, потому что она, по сути, для одной команды сравнивает шанс, для второй дает огромную фору, плюс 2, и у тебя вот следующая игра, ты закрываешь весь чемпионат. Насколько для миксов важно именно вот этот First Blood, первая игра, выиграть эту карту, и потом уравнять шансы. Уравнять шансы. Вот это психологический момент, он важен, или же увеличен? Это очень важно, мне кажется. На нашей практике, кстати, были команды, которые одну проигрывали и три выиграли. Такие компенсии, это реально. То есть, когда сильно пригорает уже, ты понимаешь, что сейчас, если проигрываешь, что домой едешь, без никого, сам один. Это как бы две стороны медали, потому что действительно команда, которая побеждает и 2-0 ведет, она немножечко позволяет тебе расслабиться. Наверное, где-то там ментально, психологически понимаешь, что, ну, окей, можно даже проиграть эту, но взять следующую, и на это влияет на то, что раз, 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 ты уже нет, ты не взял, и следующий, и 2-2, и последний решающий, и ты уже понимаешь, что ты не фаворит, хотя бы по настрою психологически. Ну, так, мне кажется, как минус 1-1 начать лучше, потому что, ну, с 2-0, как-то сильно странно, как для гранд-финала, это обидно. Я вообще приверженец чистого У5, без этого дополнительного балла, без очка, который дает... Я подумаю, потому что команда, которая вышла в гранд-финал, она уже отдыхала больше, уже ждет больше, и это уже какая-то хора. Это как бы бонус тому, кто вышел через сетку победителей, понятно, что он вроде бы как должен быть. А тут еще один. Да, но тут, я даже не знаю, значит, может быть, в Винербректе-то просто дополнительные 3% призового фонда выделили, значит, просто потому что они красавчики по Винербректе-то прошли. Да, и на первой команде, которая через сетку Узеро-полуфинал, финал Узеро, вышла в гранд-финал, потратила силы и эмоции дать этот 1 балл, и она с преимуществом начинает в гранд-финал. Ну, вообще, надо просто играть чистой У5. Но такое практикуется, понятно, почему, потому что в Винербректе-то, типа, вы явно сильнее, значит, вы, скорее всего, вы выиграли одну игру, и у вас есть такая фора, это неплохо, но в данном случае хотелось бы посмотреть больше игр, да? Не хотелось бы, чтобы всего 2 надо было победить с Натиком для победы. Возможно, ну, как бы, знаешь, почему не играет Бодин? Потому что Бодин это частная монета, типа, там, чуть-чуть мискликнул, чуть-чуть промахнулся, чуть-чуть неправильно пикнул и проиграл. Потом собрались, собственно, Фнатик, бы сейчас были лузер против, если бы Бодин был, да? Потому что первого не проиграли. И потом взяли, и без шансов, без шансов, играли для победы. А на Бодин непонятно. Поэтому и Бодин, потому что больше игр, больше вариантов, а команды сильные, и у них могут быть вот такие вот тактические промахи изначально чаще, потому что они сильнее других, да? Так ты когда умудрился пикнуть в балансе 50 на 50 условно, и тогда ты скилл-бейст гейминг, да, вот и зависишь от геймплея уже в процессе матча. А если ты вдруг там, тебе подбанили Баблуса, ты мискликнул какого-нибудь монарха или не смог сокрыть на фейде, он 0-10, как только что был матч, да, то это может быть просто контрпик, а не хотелось бы играть контрпиками, да? Вот эти 5-минутные стадии пиков не хочется вкладывать в вытешение всего турнира, хочется посмотреть больше игр. И соответственно, даже интересно было бы Мирромод, где одни пикают другим. Вернее, ну понял, сыграли одним составом, другим составом, а потом повернулись сторонами и составами тоже. То есть сыграли на том же самом. В этом есть определенная логика, на самом деле некоторые турниры даже проводят в таком формате. Знаю, покерные матчи так проводят. Недавно была игра люди против компьютера, вот тоже в обратную. И это действительно интересный вариант. Что ж, нас ждет, безусловно, интересный финал Best of 5. Сегодня для вас комментируют Акамай и Вару, которые присоединятся уже к гарнитуре и микрофону. Ну а мы в перерывах между картами, надеемся, их будет немало. Будем возвращаться в студию аналитики и говорить о том, что происходит на экране, кто побеждает, почему и зачем. И в конце концов, после каких-то первых игр расскажем, наконец-то, как же летает банка Red Bull. Представляете, она в полете. Да, заряжаетесь энергией, эмоциями и энтузиазмом. Вас ждет гранд-финал Хоун-тура с 17-го года. Да. Иди, Тёма. Выключай студию аналитики, возвращаемся. Пора смотреть. Там, кстати, Денчик включили уже? Два человека. Почти собралось уже играть.